Украина и Россия сегодня, 17 июля, провели новый обмен пленными. Продолжаем возвращать наших людей домой. Еще 95 защитников освобождены из российского плена. Это воины вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, пограничники, сообщил президент Зеленский у себя в телеграм-канале. Он поблагодарил ОАЭ, которые стали посредником для этого обмена. В координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными сообщили, что среди тех, кто вернулся из плена, 49 воинов в СУ, в том числе участник воздушного моста, который добровольно вызвался на вертолете, лететь на Зусталь, чтобы помочь заблокированным там подразделениям. Двое из воздушных сил, 21 нацгвардеец, 10 военных моряков, 7 сил территориальной обороны, 5 пограничников, 2 из государственной специальной службы транспорта и 1 защитник из добровольческого формирования территориальной громады. Все освобожденные на этот раз мужчины, 88 рядовых и сержантов, 7 офицеров. При этом среди освобожденных 23 человека, которые защищали Мариуполь, из них 13 защитники Азовстали, 41 воевал на Донецком направлении, по 9 на Луганском и Запорожском, по 3 на Херсонском и Харьковском. Один из освобожденных моряков на момент начала вторжения находился в Киевской области и сразу присоединился к обороне своего поселка в составе Макаровской ТРО. Во время оказания гуманитарной помощи жителям местной общины попал в плен к российским военнослужащим Бурятам. Российская армия в ходе наступления в Донецкой области несет аномально высокие потери, продолжая использовать тактику местных штурмов. При этом погибших и пропавших без вести колоссальное количество. В социальные сети попал список без вести пропавших военнослужащих 109-го отдельного стрелкового полка 8-й общевойсковой армии ВСРФ. ВЧ 3449-4 «Горловка». Список был опубликован телеграм-каналом «Досье шпиона». 109-й полк сформирован непосредственно перед началом полномасштабного вторжения в ходе мобилизации местного населения. В конце 2022 года в связи с понесенными потерями личный состав полка начал пополняться гражданами АРФ, в том числе бывшими заключенными. В данный момент силы полка принимают участие в штурмовых действиях в районах НП «Нью-Йорк» и «Торецк». В связи с активными боевыми действиями подразделение несет аномально высокие потери в живой силе, отмечено в сообщении. Опубликован список из 194 военнослужащих полка, которые пропали без вести в течение трех недель штурмовых действий. Вероятно, большая часть из них погибла, а тела до сих пор разбросаны по полям. Список не включает в себя 0,02 и 0,03, количество которых также аномально велико, пишет российский источник. Ограничение доступа в 14 населенных пунктах Белгородской области не означает провал операции по созданию так называемой санитарной зоны в Харьковской области Украины. Об этом сказал спикер Кремля Дмитрий Песков на брифинге в среду 17 июля. Журналисты спросили, не является ли закрытие доступа к населенным пунктам в Белгородской области провалом планов Путина по созданию так называемой санитарной зоны? Песков сказал, что все идет по плану. Накануне глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ограничении доступа к 14 приграничным населенным пунктам из-за обстрелов. Таким образом, российские оккупанты фактически признали, что на территории Аравии появилась и расширяется так называемая санитарная зона, которую они планировали устроить в Харьковской области. Вместе с тем Гладков сообщал, что в этих закрытых населенных пунктах в домах россиян будут размещаться оккупанты. Соответственно, эти дома становятся военной целью для ВСУ. Недопустимо. Оставленные дома будут охраняться силами Министерства обороны по согласованному порядку и графику. Люди боятся за свое жилье. Действительно. А что они будут без него делать? Где они будут доживать? Это уже полное безобразие. Власть принадлежит нам на самом деле, а не вам. Почему вы принимаете все решения, с нами не считается? Давайте объединяться, граждане дорогие. Значит, Муром уже сдан, сдан той стороне получается. Развязанная Путиным война и нападение на Украину обернулась настоящим кошмаром для россиян, которые живут в Белгородской области. Более того, решение повторно напасть на Харьковскую область превратило приграничные территории в полноценный фронт. Там постоянно взрываются снаряды и летают беспилотники. Уничтожены сотни домов и автомобилей. Число же среди россиян также постоянно растет. Гражданское население постоянно требует от властей спасти их и помочь, но никакой реальной помощи не поступает. Несколько тысяч жителей Шебекина и других районов не могут выехать из своих домов. Ситуация становится парадоксальной, утверждает российская пропагандистка. В прифронтовых районах власть СРА продолжает собирать штрафы за нарушение ПДД и платить налоги, сборы ЖКХ в прежнем объеме. Водители превышают скорость движения, чтобы оторваться от дрона или проехать быстро опасное место, и за это получают штрафы со стороны государства. Местные жители не могут получить компенсацию за уничтоженное жилье и авто. Кашеварова утверждает, что между оккупантами и местным гражданским населением растет напряженность. В России в результате дроновых атак по электростанциями сбои в работе АЭС начались веерные отключения света. Без электричества в адскую жару, как и украинцы, сидят россияне в Ростовской области, Краснодарском крае и на Кавказе. В частности, в сети опубликовали видео, как в Ростове посетителей ТЦ вывели на улицу из отключения электричества. В телеграм-каналах россияне уже закатили истерику и требуют отомстить украинцам. Некоторые из них заявили, что так называемые красные линии уже достигнуты и, как они говорят, справедливым возмездием станет удар калибрами по ЧАЭС. Нашлись и те, кто намекнул землякам, что света нет не из-за выдуманного сбоя в работе АЭС. Также они пожаловали, что украинцы якобы радуются из-за отсутствия света в РФ и якобы издеваются над людьми. Наша энергосистема оказывается очень уязвимая. Хорошо, что это стало ясно уже сейчас и удивительно, что раньше этого никто не видел. Минэнерго, ау, хау, устроили нам энергетический коллапс на юге России. Чуть не случилась катастрофа на Ростовской АЭС. Благо, на реакторе штатно сработала вся система защиты, когда произошла поломка генератора. Вы вообще хоть понимаете, что значит остановить реактор, а тем более остановить аварийно, возмущаются россияне. Накануне РосСМИ сообщали, что в работе ростовской атомной электростанции РФ произошел масштабный сбой. Хотя российские власти заявили о якобы плановом отключении, это повлекло за собой значительный перебой с электроснабжением. В частности, временно оккупированный Крым испытал экстренное отключение электроэнергии. А вот у Путина своя версия, почему нет света. Диктатор РФ заявляет, что дефицит электроэнергии в ряде регионов РФ произошел из-за майнинга криптовалют. Неконтролируемое рост потребления электроэнергии для добычи криптовалют может привести к дефициту мощности в отдельных рынках. Это уже отличается в Иркутской области, в Бурятии, в Забайкальском крае. Вопрос на самом деле острый и чреват серьезными последствиями. Российский актер, известный по сериалу «Интерны» и пропагандист Иван Ахлобыстин снова издал бред о так называемом «братстве». Он считает украинцев и россиян одним народом, но с определенным нюансом. Первые, по его словам, нацисты. Однако Зеленского он уважает. Проповедь Ахлобыстина финансировал диктатор Владимир Путин в рамках президентского фонда культурных инициатив. Россияне решили выпустить четырехсерийный фильм, в котором распространяют пропаганду в массы, а актер «Интернов» будет играть важнейшую роль в нем. Об этом сообщила Росмедиа. Он сам утверждает, что способствует идеологической работе, а украинцев и россиян считает так называемым «одним народом». Ахлобыстин продолжает и говорит, что украинцам якобы нужно покориться россиянам, чтобы их любили и все терпеть, а потом понимая, что война может быть неизбежна через несколько десятков лет, если РФ не уничтожит страну окончательно. «Я уверен, что если мы не решим вопрос Украины, мы опять воткнемся в эту же историю через сто лет, а может быть и раньше», заявил пропагандист. Президента Украины Владимира Зеленского Ахлобыстин, оказывается, уважает, но только из-за преследуемой цели. Как он говорит, нужно уважать врага, чтобы его победить. В Украине появился многофункциональный украинский дрон Королева Шершней. Дрон готов к серийному производству, сообщила украинская компания Деки Шершни. В начале 2024-го командир батальона К-2 Кирилл Верес обратился к нам с просьбой создать доступный FPV-бомбардировщик, который мог бы нести до 6 килограмм полезной нагрузки и стоить столько же, сколько несколько обычных дронов Камикадзе. Три месяца работы, сотни испытаний, два десятка сломанных агрегатов, а затем запуск опытной партии. Затем успешные боевые испытания на фронте и начало серийного производства, описывает процесс создания дрона производитель. План даже удалось перевыполнить. Вместо 6 килограмм Королева способна нести целых 9,5 килограмм полезной нагрузки на расстоянии до 5 километров, либо 6 килограмм боевой части на расстоянии в 17 километров. Королева Шершни может выполнять роли бомбардировщика, камикадзе, транспортного дрона, дистанционного минера логистических маршрутов, носителя меньших дронов Камикадзе и носителя ретрансляционных станций. Пишут, пишут Дыки Шершни о своей разработке. То есть ее многофункциональность ничуть не является преувеличением. Беспилотник на 65% состоит из частей украинского производства, в том числе украинской электроники, разработанной во время войны. В настоящее время на фронте уже задействованы более сотни королев и столько же находятся на конвейере. Производители обещают, что количество выпускаемых дронов будет увеличиваться ежемесячно. Более того, в нашей лаборатории уже готовится новая версия королевы, которая будет иметь инновационную раму, специальную связь и будет нести вдвое большую боевую массу, пишут разработчики. 17 июля стало известно, что председатель КНР Си Дзиньпин предположительно перенес инсульт. Об этом в своей новостной программе в соцсети ИК сообщила репрессированная в Китае писательница и правозащитница Дженнифер Дзен. Автор книги «История свидетельства. Борьба одной китаянки за свободу» отметила, что Дзиньпин якобы перенес инсульт прямо на третьей пленарной сессии Центрального комитета Коммунистической партии Китая. Официальные власти Китая пока информацию не комментируют. Си Дзиньпин у 15 июня исполнился 71 год. Ранее в СМИ информация о наличии или отсутствии проблем со здоровьем у лидера Поднебесной не просачивалась. В начале полномасштабной войны РФ в Украину казалось, что у Киева нет шансов против страны с пять раз большим населением. Однако сейчас вопрос заключается не в том, сможет ли Украина продолжать борьбу, а в том, как долго РФ сможет поддерживать текущее темпо наступления. Об этом говорится в материале «Заэкономист». Ключевой вопрос для ВСРФ это не количество живой силы. РФ способна набирать ежемесячно около 25 тысяч бойцов, что поддерживает численность на фронте на уровне 470 тысяч бойцов. Но, несмотря на все это, разговоры о переходе РФ на военные рельсы по факту означают, что они способны компенсировать потери техники только из запасов советских времен. Перед развалом СССР на складах было столько же бронетехники, сколько у всего остального мира вместе взятого, говорит аналитик Стокгольмского Центра Восточноевропейских Исследований Александр Гольц. По данным большинства разведок, за первые два года полномасштабной войны РФ потеряла около 3 тысяч танков и 5 тысяч единиц другой техники. Количество потерь на проекте «Орикс», где ведется почет на основе фото или видеодоказательств, российские потери составляют 3235 единиц. Но авторы отмечают, что реальная цифра значительно выше. Когда тогдашний министр обороны Сергей Шойгу в декабре прошлого года хвастался, что в течение года было поставлено 1530 танков, он не сказал, что почти 85% из них были старые Т-72, Т-62 и Т-55. С момента вторжения на передовую было отправлено около 175 танков Т-90М, а по оценкам IISS годовое производство этих машин может приблизиться к 90. Однако речь о модернизации Т-90А. Производство новых машин составляет не более 28 в год. Основными преградами для РФ являются получение компонентов, в том числе подшипников. Китайские альтернативы часто не соответствуют стандартам качества, говорит Павел Лузин, эксперт из Центра анализа европейской политики. Самой большой проблемой для РФ являются танки и БМП. Несмотря на то, что на складах еще есть тысячи этих машин из 3200 танков, около 70% не сдвинулись с места с начала войны. Большая часть Т-72 стоит под открытым небом, а потому может быть в очень плохом состоянии. В итоге стремление Владимира Путина к перемирию может возрасти. Дефицит техники может ощущаться уже к концу лета, говорит Майкл Джерстадт, аналитик IISS. Субтитры создавал DimaTorzok